Здравствуйте! Представляем Ваше внимание краткую видеоинструкцию, посвященную возможностям программного обеспечения лазерного анализатора металлов ЛИС-01 при работе с архивом измерений. Для примера выполним измерения ножниц канцелярских, серийную, выполняем съемку, получаем результат. Марко прибор у нас определяет. Соответственно, мы можем зайти в архив измерений и всегда из архива распечатать или данные типущие измерения, или все сделанные ранее. То есть на беспроводной принтер, нажав самую нижнюю левую кнопку, получить распечатку на беспроводном принтере. Кроме того, очень полезная функция это возможность усреднить несколько сделанных измерений. То есть отложим, мы сейчас с торца попробуем ножницы снять, соответственно, не серийная съемка, а одиночными выстрелами. Выполнив несколько измерений одиночных, мы после этого сможем их в архиве усреднить и получить, соответственно, более средний и более точный результат. Вот мы выполнили несколько измерений, заходим снова в архив, можем их просмотреть, проматывая стрелочкой влево-вправо, удалить ту запись, которая нам кажется некорректной по тем или иным причинам. Это, опять же, для демонстрации возможностей. И нажимая кнопку плюс, вот сейчас мы выбираем запись, жмем кнопку плюс, у нас появляется цифра 1, 2, 3. И теперь вот появилась дискетка. То есть мы взяли, выбрали три измерения с помощью плюса и нажали дискетку, сохранили новое измерение, которое является усредненным значением трех предыдущих. После этого, что мы можем? Нажав кнопку блютуса, это третье внизу, отправить отчет, например, на мобильный телефон по блютусу. Вот, собственно говоря, тот результат измерения, который мы видим на экране, мы можем отправить в виде вот такого печатного отчета или на телефон, или на компьютер. Форму отчета можно настроить. Что еще есть? Если зайти в настройки на приборе, в раздел отчет, можно выбрать, чтобы отправлять отчет не по одному измерению в виде PDF-файла, а таблицу, например, по всем сделанным за сегодня измерениям в виде экселевской, соответственно, таблицы. Ну, для примера, опять же, выполним еще одно измерение. Вот возьмем такой вот для заваривания чая предмет, ситечка. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание на очень высокоточную камеру в нашем приборе. То есть, вот в сетке здесь порядка 0,2 мм. И благодаря тому, что у нас точка порядка 50-100 микрон, мы можем с помощью нашей точной камеры попадать в ячейки данной сетки. То есть, вот проволоку толщиной 0,2 мм, мы можем достаточно надежно определять ее состав. Опять же, мы делаем несколько одиночных измерений. Заходим снова в архив. С помощью кнопки плюс, перелистывая вправо-влево, мы, опять же, выбираем несколько измерений. Три в данном случае их усредняем, получаем средний результат. Его сохраняем. Ну, теперь вот, если мы нажимаем кнопку Bluetooth, мы уже можем отправить не PDF-отчет, а, соответственно, таблицу всех выполненных за сегодня измерений. Вот, каким образом выглядит эта таблица. То есть, здесь и в этой таблице у нас есть порядковый номер, есть дата-время измерений, есть группа измерений, то есть, это артикул, который можно настраивать. Ну, и, собственно говоря, химический состав, концентрация всех элементов. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.